Смотрите, красота, посмотрите на эти реальные горы. Мы думали, это будет самый красивый закат, но Тучка и Калима нам подпортили планы. Ребята, за границей, это мы, заграничники! Всем привет! Так, ну что, друзья, мы едем на север острова Танерифе смотреть самые красивые пляжи и самую красивую обзорную точку этого прекрасного острова. Вечные весны. На которой уже целую неделю метет. Там еще более-менее голубое, а вот сзади вообще синее, белое небо над морем. Все в песке вот в этом, как говорится, острове вечной весны, но что-то весны не сильно чувствуется. Да, мы, кстати, сейчас проедем и покажем, где самый дорогой пляж, куда они пускают обычных жителей. Пускают? Только кто в отеле или что? Да. Ритс-Карлтон. Такой крутой отель на острове Танерифе. Вот, и пляж называется как-то Обама, что ли? В честь президента, наверное, назвали американского. И мы сейчас проедем туда и посмотрим, что за красота там такая. Мы заехали на гору, и открывается такой вид на город. Еще буквально несколько дней назад здесь вообще ничего не было видно. Хотя уже эта Калима держится сколько, 5 дней дальше уже получается. Да? Да, около 5 дней. Что, конечно, не особо круто. Да, и во время Калимы из райского острова вращается ватский остров. Да. Здесь хотя бы ближе к горам, как-то видно почище воздух, более голубое небо такое, чуть синее позже все-таки. Знаете, даже видно, там окна, где у нас дворники работают, какой слой от дворников остается. Приезжаем, здесь очень много всяких вот этих даниках, таких сеткой покрытых пальм. Пальмах рощ, там пальмы банановые. Но почему-то в магазине часто заканчиваются бананы. Здесь видно. Они очень вкусные. Смотрите, как их укрывают, интересно. То есть парники для пальм. Сетки. Парники, да, сетки для банановой рощи. Непонятно, это чтобы не жарило солнце или все-таки чтобы дать песок мне сырья в плантацию. И так вдоль берега получается очень много. То есть что выращивают в основном пальмы и алоэ вера всякие, как такие? Бананы. Бананы, я думаю. Если в Турции выращивали мандарины, да, очень часто. А, ну там, мандарины, это вообще, наверное, номер один, да, что в Турции самое дешевое и лучше суть подается. Вот, то есть здесь очень много выращиваний бананов. То есть прям огромные такие плантации, всю банановую плантацию. А вот мы подъезжаем, да, эти пески стали убивать. И еще, знаете, сразу видно, когда едешь, то это как пустынная местность. То есть иногда кактусы, какие-то колючки растут, а в сумме как камни и может быть песок не над местами. Да, юг острова, он прямо очень пустынный. То есть очень сильно отличается от север. Мы на север еще обязательно съездим, может быть, в ботанический сад попадем. И там, конечно, посмотрим, там все по-другому должно быть. Так много банановых плантаций я никогда не видел. Сляйте, вон еще, это какой-то прям банановый рай. Банановый рай проезжаем. Вообще просто нереально. И справа, ого. Огромное количество. То есть по-кому-то так ощущаешь, что мы въехали в сельскохозяйственный район какой-то? Да, да, видимо, поэтому его не используют для туристов. То есть вот Лос-Америка, Атехи наш, там, наверное, все для туристов сделано, вся инфраструктура. А здесь чисто сельское хозяйство. И поэтому это место не застраивает. Спереди еще 10 рядов. Пальмовых плантаций. Дорогу прямо в горе, получается, прокладывали. Справа гора, слева гора. Ну что, друзья, мы доехали до самой красивой смотровой площадки на всем южном побережье Тенерифе. Это просто бомба. Ссылочка будет, ну где-то будет ссылочка, в описании, наверное, укажем. Это прямо точка, когда обязательно надо приехать. Отсюда мы видим скалы Лос-Гигантес. И на пляж спустимся. Ну что, погнали? Здесь сразу стоит припарковать машину. Здесь очень удобная парковка. Сразу припарковали, и все. И можно идти уже увидеть вот этот вид. Смотрите, красота. Даже около города растут пальмы. Дальше открывается такой небольшой городок. Как вы думаете, мы осилим спуск с этой смотровой площадкой пешком прямо туда, к пляжу Лос-Гигантес? А подъема, спуск-то осилим? Да, спуск осилим, а подъем осилим. Вот, я не знаю, место это называется Мирадор де Архипенкью. Вот мы где находимся. Лос-Гигантес, вот скалы. И, кстати, здесь очень удобно отмечены, где вообще фототочки. То есть, где идеальный обзор. Вот здесь, здесь, здесь. Если погода не очень, народу тоже немного. Кстати, вот оттуда кораблики отправляются посмотреть дельфинов и китов. А, это те самые, которые если не успел, остался спутевать там? Ну, еще этот бассейн даже какой-то был, какой-то непоняток, Вилли, там вот тоже бассейн. Сейчас такие спущенные, они уже на зиму. Так, если сидишь в бассейне, да, на тебя все смотрят? Кстати, очень удобно, что, во-первых, здесь есть автобусная остановка. Очень часто едут автобусы, останавливаются здесь, люди выходят. Вот прямо вот сейчас, ну, это проехал мимо, но вообще люди останавливаются здесь автобусы, люди выходят. Наслаждаются шикарным видом. Вот, дальше здесь есть кафе. Можно в кафе посидеть, попить чаек и посмотреть закат просто бомбический. И здесь покушаем. И также есть какой-то даже сувенирный магазин. Есть какой-то сикар сегодня. Какой сикар хочешь? Пойдем. Вы здесь как раз в этой верхней точке увидите сувенирный магазинчик. Прикольные такие музыкальные. А вот, посмотрите, весь песок. Блесточки, песок, смотрите. Да. Переворачиваем. Переворачиваем, вот, видите. Супер красиво. Смотрите, раз, два, три. И красота. Позыщик поедает. Позыщик поедает. Маленькая 10 евро, большая 17 евро. Заграничники. Ну что, друзья, а мы приехали на самый лодочный пляж Лос Гигантос. Почему этот Лос Гигантос? Посмотрите на эти гириальные горы. Такое ощущение, как будто они находятся буквально, не знаю, 5 метров. Да? Очень близко. Не 5, но да, они близко, они особенно находятся близко. Вот, посмотрите, как здесь много яхт. Именно отсюда отправляются яхты в путешествия, посмотреть дельфинов и посмотреть китов. Пишка, а сейчас будем плавать? Ты хочешь поехать на яхте? Давай узнаем, по каким дням они работают, яхты эти. И можем отправиться в путешествие. Кстати, вон там показано. Видите, в какое время. Сейчас подойдем, посмотрим. А это очередь, наверное, может быть, как раз и есть очередь на яхты? Может быть. Последняя яхта отплывает в 4 часа вечера на 1 час. Вот можно сюда сплавать. Видите? А в 2 часа можно поплавать и посмотреть дельфинов. А сейчас? А сейчас уже все. Вот. Это с 10 до 17 часов. Вот последние 17 часов каждый час. Ну, то есть исключительно только дельфинов можно посмотреть. В общем, реально, сюда можно приехать и спокойно в любой момент отправиться, посмотреть дельфинов. То есть, может быть, съездим с девочкой? Единственное, да, надо плыть до 5 часов, приезжать сюда. А, и вот там, видите, все яхты, которые есть, написано, да? Да. Что и не поменьше, да, который дельфинов напрямую, да? Да. Кладиатор чуть побольше с крышей. На шире вообще побольше, на шире, которая, да, ездит. Ну, я покажу, что можно здесь посмотреть. Можно, что здесь нам еще видеть? Дельфин. Черпахи. Черпахи, можно вообще, черпах. Ну, дельфинов, чайки и сиск. Давайте сейчас посмотрим, вообще, что здесь есть на этом пляже. Лос-Гигантес. Интересно, можно ли здесь поплавать? Или здесь, по идее, только яхты? Только яхты. Ну, а вид, конечно, отсюда просто бомба. Вот просто офигенный. А я бы сейчас была посадить, если бы вся гара такая в домах, полностью депиливали. Да, если вообще до самого... Посмотрите, какие здесь разные, насколько разные здесь лодки стоят. Это, наверное, самое такое лодочное место, да? Мы видели. На Марбелли тоже было много, почему, лодок, нет? Нет, я имею в виду, что на Тенерифе мы не видели так много лодок. Да, в Тенерифе нет. Дрон полетел. Летает дрон, да. Он там, товарищ, стоял, дроном управлял. В предыдущем видео, мы как раз, когда смотрели Сиамол, мы видели, сколько эти яхты стоят. Ну, правда, таких крутых не было яхт, но были такие попроще. То есть все пределы... Ну, как там, да, вот смотри. Пределы, да, в районе... Вот такие, да, яхты, они примерно в районе 100 тысяч евро стоят. То есть, в принципе, как машина, да? Да, примерно как автомобиль, хороший автомобиль. Потому что явно, когда мы смотрели яхты в Майами, да, которые там яхты такие врухпалдные... Да, просто вообще... Они стоили уже миллион и больше, да? А вот смотрите, кстати, здесь тоже можно... Вот отсюда тоже отправляются, да? В поисках дельфинов или китов. Трехчасовым круизом. И даже написано 100% гарантия, в зависимости... У тебя тоже самое мышь, в зависимости от состояния океана. То есть, если они могут сказать, когда... А видите, как мы выплываем отсюда, Лос-Гигантас, вот так плывем. Здесь смотрим вот эта маска Бэй, да, которая закрыт сейчас вроде этот проход. Хотя вот точно не уверен, но он вроде как закрыт. Потом вот так и возвращаемся. Два часа вот так. То есть, видно, здесь очень много дельфинов купается, плавает. Прикольно. Может быть, сюда и стоит приехать посмотреть дельфинов, да? Да. Окей. Мы давно не катались на лодках. Смотрите, какая прозрачная вода. Там рыбки плавают. Так много рыбок. Кстати, я что заметил, здесь то ли не разрешена, то ли совсем не приветствуется рыбалка. Я здесь никого не вижу, чтобы кто-то рыбачил. Да, они как в Маврикии, да, много рыбачили? Да. В Маврикии очень много. Там написано, спортивная рыбалка есть. Можно на лодке поехать куда-то и там спортивно рыбачить. Но здесь никто, нет ни одного рыбака. Хотя я смотрю, здесь рыба просто немерена. Видно заповедные зоны какие-то. И вода идеально чистая. А мы все-таки нашли пляж Лос-Гигантес. И вон он снова с черным песком, с вулканическим песком. Ну и, кстати, учитывая то, что здесь вода довольно чистая. Обычно в портах она прям грязная. А здесь все видно. Даже нормально искупаться. Краб, смотрите, крабик. Крабик, смотрите, какой крабик он ползет. Прямо цвета камушков. А вон красный, смотри, какой красный. Вон два красных краба. С красными лапками. Да, и вон еще один. О, как их здесь много. И вон еще краб. Они все облепили, эти крабики. Одни крабы. Папочка, мне кажется, тоже еще больше крабов. Давайте посмотрим, где еще больше. Там и так было очень много. О, еще крабики. Вот еще один краб. Они прям маскируются очень хорошо под камни. Видно, когда двигаются, а так по цвету они прям сливаются. Вот они куда-то сереный краб. Ага. Весь под водой. Они, смотрите, они даже, да, выползают. Смотри, получается, выползают. О, вон, как много там еще крабов вдоль стенки. Они выползают и крепятся к стенке. И очень хорошо по ним ползают. Мы заметили рыбы. Они такие гигантские здесь плавают. Вот гигантские рыбы. Их так много. Они думают, что мы их кормить, наверное, будем. Прямо все плавают здесь. Кокла бортика. Получается, что здесь прохода на пляж нет. Там все закрыто, и на пляж не прийти. Видимо, здесь ставят машину только те, кто хочет уплыть потом на катере, на яхте. Туда смотреть Лос-Гигантас. Вот эти скалы. Отсюда, конечно, просто потрясают. Красота. Друзья, мы буквально немножко поднялись с парковки, да, сюда. И тут такой интересный улочка такая. Здесь такие аутентичные домики в канарском стиле. Беленькие с коричневыми окнами. И так тут спокойно, так тихо. И мы сейчас попробуем отсюда пройти и выйти на пляж. Получится у нас Лос-Гигантас. Самый восточный пляж Тенерифе. Тут посмотрите, какие необычные... Восточные кактусы. Могнатые каппаук. Кактусы. Я вообще первый раз только вижу кактус. Ну, смотри, не. Прямо реальные иголки. Иголки такие. Тенерифе, остров кактусов. Это... Ну, столько кактусов. Я не видел нигде еще. Вот мы были в Тунисе, да, но так много кактусов там не было. Тут даже есть кактусовое варенье. Мы, кстати, его еще ни разу не пробовали. Мы купили его, оно дома лежит. Надо обязательно попробовать с чайком. Кактусовое варенье. Наша пробленька сладкая. Сладкая очень, да? Просто сладкая. Понятно. Только просто сахар. Кстати, когда есть города, которые, как называются эти... Курортные города, да? А здесь целый курортный остров. То есть кроме туризма здесь, по сути... Ничего нету. 80 и сколько? 90 процентов прибыли туризма. А, еще немножко, еще чуть-чуть бананы, да? Да, и бананы. Алоэ вера. То есть, да, выращивают бананы. Да, алоэ вера, бананы и в основном туризм. Именно поэтому, когда здесь ковид бахнул, тут были огромные проблемы, ну... С работой. С работой, да. Из-за этого многие машины распродавались, потому что никто не рентует автомобиля, а их надо поддерживать, все равно удержать, как там, ну, за ними следить. И в итоге все это здесь, конечно, было запущение. Ну, даже видно вот здесь, да, по состоянию... Ну, а явно планировалось не так. Ну, за счет, наверное, этой парковки заплатим. Да, рассвет был давно. Заплатим за парковку. Ну, вот. И, кстати, яблочки надо тоже помыть. Помыть. И покушать. Там был туалет, я видел, можно водички... А вы знали, что наклейки на яблоках съедобные? Съедобные? Говорят их делать в специальной бумаге, которую можно есть. Но, кстати, сразу видно, что это яблоко не местное. Оно не здесь выросло. И это даже не испанское. Видите, номер 4. А, это значит неорганическое яблоко. Такое лучше, конечно, лучше не покупать. Но лучше съесть, чем не съесть. Поэтому купили. Так, ну что, тогда поднимаемся наверх уже. Да, скоро закат. Делаем потрясающее фото. Здесь самый красивый закат на всем острове Тейнерифе. И мы это его должны запечатлеть. Вот такой закат у нас сегодня получился. Мы думали, это будет самый красивый закат, но тучка и Калима нам подпортили планы. Хотя здесь это самая классная точка, где должен быть просто бомбический закат. И вот буквально через 10 минут солнце должно зайти за горизонт, но оно уже спряталось. Из-за этой пыли солнце не видно. Также тучка нам помешала. Так что вот так, друзья. Вот такое видео у нас сегодня получилось. А мы с Маечкой сидим на пальме и наблюдаем на незакат. От солнышка виден такой след оранжево-розовый, такой красивый. Но не так эпично, как могло бы это быть. Но сюда обязательно стоит приехать и посмотреть. Во-первых, на пляж сюда стоит приехать. Вот этот Лос Гигантес. Посмотреть на эти горы. Отсюда красиво видно горы. И именно отсюда можно отправиться путешествовать, посмотреть дельфинов. Вот такое небольшое сегодня у нас путешествие получилось. Мы посмотрели самую восточную точку Тенерифе, острова Тенерифе. Подписываемся на канал обязательно, ставим лайки. А что, лайки ставим? Да, сердечки ставим. Лайки ставим. Ну что, всем пока-пока! В тяже! Даааа! Пока! Хören! Дааа!